Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Существенной динамикой встретили европейские цены на топливозаправочных станциях российский запрет на экспорт топлива. Похоже, у них все только начинается, ведь чем больше Евросоюз теряет доступ к недорогим ресурсам, тем сложнее им удерживать стабильность в новых условиях, которые они сами себе устроили. Конечно, это лишь начало. Когда российские компании начали увеличивать топливные расценки внутри страны, это отразилось на стоимости экспорта, и там начало происходить то же самое, что и на наших заправках. Смотрите, в чем смысл. Зерновая сделка больше не работает. Им приходится вывозить зерно крупными транспортниками по автомагистралям ЕС, плюс их попытка помочь заправкой техники своим подопечным, плюс внутренней сезонной перевозки САХ. Свеклы и урожаев. Все это вызывало дефицит топлива в Европе, и российские миллиардеры с радостью принялись вывозить все наши объемы, чтобы побольше заработать, создавая нехватку и удорожание в РФ. Но в последнее время европейцы приезжают на АС и с удивлением замечают взлет на несколько центов, они молча терпят и понимают, что таким образом их политики оказывают давление на экономику. То есть, чем больше эти люди сталкиваются с экономическими проблемами, тем вроде бы хуже для нас, по крайней мере, так они себе это представляют. Как только Россия запретила экспорт бензина и дизеля, то в Европе сразу взвыли, ведь стало очевидно. Что ценовая динамика на топливо внутри РФ пойдет на убыль из-за принудительного перенасыщения рынка, вспомните стоимость помидоров и картошки в магазине по сезону. А вот в Европе отныне, наоборот, потеряли доступ к дармовому бензину и больше не могут при помощи своих российских слуг обеспечивать себе прежние экономические условия. Дефицит топлива спровоцировал рост цен не только в нашей стране, но и в Евросоюзе, и теперь ситуация у них значительно усугубится после нового российского решения о прекращении экспорта. Это лишь мизерная часть того наказания, которое Евросоюз вынужден получить за экономическое и давление и настойчивую попытку сделать хуже жизнь десятков миллионов людей. Получается, вырыли яму другому, да сами в нее попали. Теперь в ЕС требуют срочно решить проблему с ты бензином и разрешить экспорт или найти серые схемы, но их российские подчиненные владельцы топливных компаний лишь пожимают плечами, у них отобрали такую возможность. Нарушать закон никто не станет, иначе придется вообще потерять бизнес, а вывозить бензин под видом нефти слишком опасно, за этим следят контролирующие органы. Олигархи и жадные миллиардеры делали все, чтобы переправлять готовую продукцию за рубеж, и им было наплевать на раз цен внутри страны. В Европе ведут себя аналогичным образом и тоже мало задумываются о людях, но, к их сожалению, в РФ приняли решительные меры. Кто станет рисковать ради того, чтобы обеспечить иностранцев необходимой продукцией? Разве богачи у нас отличаются альтруистической благотворительностью и станут терять бизнес ради каких-то жадных европейцев? На таможне переплачивать миллиарды из своего кармана за серые схемы никто не станет с новой системой учета. Соответственно, все эти требования европейцев придется игнорировать и в совокупности с дефицитом на ИХАС. Стоимость нефтепродуктов удивит наших бывших коллег еще больше. Естественно, у них подорожает доставка и внутренняя логистика. Это отразится на продуктовых ценах во всех европейских маркетах. Все это очень серьезно. Они будут продолжать искать возможность использовать своих российских помощников и требовать поддержки, а в Генпрокуратуре уже ждут с нетерпением. Чтобы отобрать очередной завод в пользу государства и отомстить расхитителям народного достояния за чрезмерную жадность. В Европе понимают, что им предстоят сложные времена без нашего топлива, до их политиков уже начинает доходить, а жители пока не до конца это осознают, но скоро все изменится. А разве они это не заслужили? Швеции не ожидали от России закрытия шведского генконсульства в Санкт-Петербурге, но решение принято. Многие говорили, что после Финляндии российские ответные меры коснутся Швеции и те, кто утверждал, что мы просто промолчим, как всегда глубоко заблуждались. Помимо сокращения торгово-экономического сотрудничества, в Швеции решили еще оказать давление на дипломатическом уровне и выслали наших дипломатов, получив за это вполне заслуженный ответ. Да вот только российский ответ оказался гораздо мощнее, ведь Швеция выслала пять дипломатов, а в ответ Россия тоже объявила персонами Нонграда пять шведских дипломатических работников. Да еще и принято решение полностью закрыть шведское генеральное консульство в Санкт-Петербурге, но и это еще не все. Шведской стороне объявлено, что Россия закрывает свое генеральное консульство в Геттибурге и я уверен, что это поддержит любой, кто не видит смысла зря содержать объекты в тех странах. От дипломатических отношений, с которыми нет никакого толка. Конечно, это будет очень неудобно для шведов, ведь закрытое шведское генконсульство в Санкт-Петербург находилось ближе, чем посольство в Москве, но теперь им придется ездить в столицу для решения консульских вопросов. Таким образом, Швеция выслала всего пять дипломатов, а в ответ высланы пять шведских дипломатов и закрыто генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге, а также российское генконсульство в Геттибурге. Такой ответ удивил шведов, там не рассчитывали на решительные шаги, но это только начало, в будущем ответные решения могут стать еще более жесткими. Напомню, товароборот между Россией и Швецией по сути мизерно и ранее составлял всего 3 миллиарда евро. Швеции от России было нужно лишь энергосырье, минеральные продукты, металлы и древесина, поэтому, сокращая торговлю, наша страна ничего не потеряла, ведь ресурсы можно продавать в другие страны. А вот Швеция по таким ценам сырье уже нигде не купит. Кстати, в Швеции за всю свою историю смогли обеспечить газификацию страны всего на 1%, тогда как в России газификация составляет 72%. Получается, России не нужно шведское генеральное консульство в Санкт-Петербурге, иначе бы его не стали закрывать с 1 сентября, и такой ответ, умноженный в несколько раз, можно считать достаточно демонстративным. Когда приходится слышать о желании конфискации имущества у ряда граждан, которые пытались обойти законодательство, то хочется сказать, что данный метод уже успешно применяется, и получены весьма ощутимые результаты. В России в настоящее время уделяется особое внимание пресечению деятельности коррупционеров, и как только они попадают в поле зрения прокуратуры, с ними не церемонятся и можно сказать, что конфискация имущества им обеспечена со стопроцентной гарантией, ведь в России теперь электронные реестры и новая система контроля, и это в значительной степени облегчает поиск провинившихся. Ну вот давайте посмотрим на результаты. Прокуратура обратила в доход государства 7-5 тысяч объектов имущества на общую сумму свыше 90 миллиардов рублей. Вы представляете, что это означает? Теперь помогать тем, кто хочет обойти закон, не каждый рискнет, и когда понимаешь, что могут конфисковать все, что нажито непосильным трудом, то желание очень сильно пропадает, можете даже не сомневаться. Имейте в виду, что когда цена на газ в Европе достигла 450 долларов за 1 тысячу кубометров, это не значит, что конечным потребителям он достается по такой стоимости. Все намного сложнее, нужно еще заплатить за транспортировку, а в современных условиях это очень дорого. С одной стороны, можно порадоваться, что Россия продает газ в Молдавию по цене более 1 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров, казалось бы, это в два раза больше, чем предлагают в Европе на бирже, и это как бы тешит самолюбие. Да вот только Европа для Молдавии поставляет газ примерно по такой же цене, как и Россия. Причина в себе стоимости работы, создающих давление прокачивающих станций и терминалов, которая заметно возросла и к ценнику в 450 долларов за 1 тысячу кубометров, добавляется еще и стоимость его доставки по трубопроводам, плюс наценка за хранение. Конечно, в Молдавии привыкли десятилетиями за счет российских ресурсов обеспечивать свою небогатую промышленность, и даже в этих условиях не смогли добиться экономического роста, как будто им кто-то мешал и специально сдерживал. Хотя была прекрасная возможность и недорогой российский газ. Вот и получается, что европейский газ вроде бы стоит 450 долларов, но когда достигает территории Молдавии, то дорожает до 1 тысяч долларов. Все очень просто. Если в Молдавии не могли обеспечить себе экономический рост, имея дешевый, иногда вообще бесплатный газ из России, то когда его цена увеличилась до таких размеров, там совсем все стало плохо. А кто обещал, что тернистый европуть будет легким? Именно по этой причине в Молдавии теперь собираются требовать от России снижения цен на газ, иначе им трудно поддерживать базовый уровень добычи электроэнергии и трудно идти в Европу. Соответственно, предприятия стали вообще нерентабельными. Да что там говорить, за последние десятилетия у них даже производство молока сократилось в 4 раза. Молдавские власти намерены добиться пересмотра условий получения российского газа, их не устраивает, что слишком дорого, хотя Европа предлагает такую же цену и они молчат. Все равно привычка к недорогому российскому газу у них осталась, и они хотят более приемлемых условий.